это я в детстве ой есть там сокровища вот такая пустота под полом друзья так во всех комнатах было я в одной сделал не золото не бриллиантов ничего нету одни камни и земля это ты моих утят ешь как же не люблю котов и своих не держу и чужих не люблю малиновое варенье что липовые веники в общем можно нарезать мне сказали да можно приехать березовый глянуть там больше мы насыпали все равно там комната была такая большая там конечно больше я париться не буду и так жарко я вам натоплю и буду следить за вами а ты сейчас я поставлю я всегда так думаю сейчас от сниму полосу какой-нибудь клад а что за дыры там полопалась на насадилась не вышка как идет как трещина вот такая вот береза тут когда-то была же дистанция и следа не осталось а где-то там дальше другая была старая же дистанция и просто интересно мы до этих веточек достанем хоть каких-нибудь 1 а вот это тоже береза это это тополь нет это тополь или береза какая-то засохшая она совсем засохшая до без листвы а у брата твоего березы растет это очень высоко сейчас стая поедем а тут клен или не клен клен наверное да это клен канадский канадский наверное как холодильник стоит как холодильник там электростанция аж детство вспомнилось да да мы тоже детский ездили я хотел наверх лезть это смотрел смотрел на верх никак не залезли там стоит на можно подойти и нарезать ух ты мама детки сережки на ушах алиса повесила мне не надо в этих зарослятся клен сейчас увидел здесь это что береза до 1 засохшая 1 а вот каштан так полагаю здесь такая аллейка наверно когда-то было во это цветы ой как это наверное ой 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 я забыл какие цветы называются но не здесь вот видите так вот это боярышник вспомнилось называется склероз а тут наверно было что-то типа аллейки ой ничего же железной дороги не напоминает а птицы поют а о а ой ой здесь что то Что-то здесь было Интересно, что Тут тоже что-то бетонное Это только железнодорожники знают, на что здесь было когда-то Это то, что осталось от железной дороги Это дерево какое-то тоже Видно, что не из молодых, клеон Это в основном самосад, то есть сами деревья повырастали Вот где-то здесь на рельсе были Так, надо отсюда теперь выйти как-то Это вот Ракушка У нас железная дорога почти вся на ракушке была Это Должанская коса, ее разрабатывали Где щебень, где гравий, где что У нас ракушкой была засыпана железная дорога Сейчас веники все отберу и выкину Они уже парятся Все, веники уже пошли Здесь когда-то был тупик Здесь вагоны разгружались Вагон-клуб сюда приезжал Даже в кино можно было сходить Мои смотри, здесь вагон перепадывается Я думал, не доеду Почему? Веники Тюльпа Ой, розы отцветают Розы надо Вот эти розы хочу пересадить Такие красивые Они у меня где-то в углу растут За виноградом Самые красивые из всех роз, которые у меня есть Надо их как-то размножить и пересадить И посадить Тая, ты куда лезешь? Это что за новости? Ты чего? Нельзя на машину залазить? Не залазьте на машину Нельзя на машину залазить Нельзя Вот это, друзья Самое, что надоедает Это переоборудовать Я когда на баню Сейчас все делал Стеллаж Перил ножовкой У меня ножовка лежит Разбирать Собирать Очень много времени занимает Сейчас вот надо Здесь переставляется ремень Строгаешь на высокой скорости Пилишь На меньше Это Вот так вот Раз Музыка Смотрите продолжение в следующей серии. В общем, друзья, раз-раз и вот, где-то за полчаса я это переставился. Вот. Я обналичку не успел сделать, а сейчас только про обналичку вспомнил. Сейчас я вот этих обрезков нарежу. Вчера вот думал, не хватит на этот, на сидушку досок. Вот это, по-моему, тоже или липовый, или осиновый поддон. Думал из него что-то там пустить. Ну, хватило. Не пришлось даже разбирать этот поддон. А из этих обрезков сейчас обналичку на двери напилю. Может, сегодня ещё успею поставить. Мои хотят сегодня ещё и попариться. В общем, друзья, тут не столько обналичку, сколько вот эту щель спрятать. Просто спрятать эту щель. Ну, вот, щели нету. Тут уже берёзой пахнет у нас. Попробуем затопить сейчас. Правда, у меня ещё инструменты не убраны. Сейчас буду параллельно убираться и топить баню. Чё, Баньку, затопить? Топи. Посмотрим. А этот чё? На проверку. Это я хочу кабачковые тела здесь сделать. А вот тут... Там веники берёзовые положил, на стеллаж так пахнут. Их надо и тут промыть, пропаснуть водой, а потом горячей воде надо заваривать. Свежие тоже надо заваривать? Конечно. Думаю, хватит нам одного кабачка или два понаселить. Это дело и два, у нас там много. Я люблю такие, как из кабачка. Туда ещё морковь, лучок пойдёт, чесночок. Можно также зелень, но я сегодня без зелени. И ещё туда добавлю соль. Здесь камни шипят. Кстати, друзья, насчёт веники замачивать. Я думаю, прекрасно подойдёт такое ведро, эмалированное. То есть, вода должна быть, но веники замочить. Окупаться будем в душе. Ой, пахнет-то как... Ты знаешь, мне на улице показалось, что чебуреками пахнет. Я такой думаю, да ладно. Может, тут чебуреки жарят? М? Может, тут чебуреки жарят? Короче, это. Я там топлюсь, заодно доделываю. Уголов там добил, начальник добил. И там так это уже пахнет. Вот и дрова уже в этой комнате заготовленная. Мама, мы уже съели. Угу. Дожариваю. Наконец-то. Это вот большая лепёшка. Вообще вкусно. Я не помудрю, что ты туда такое положила. Ничего. Всё со своего огорода. Это морковка, кабачок, чеснок, да? Мука? Мука. Лук. Три яйца. Ты ещё и варенье варишь? Я сварила. Откуда. Вот она и на завтра только будет готова. Я один раз кипятила. Ещё два раза надо. Малина? Нет. Тут одна баночка. На зиму. Во время болезни. Тай, как тебе банька? Хорошо там. Хорошо там? Понравилось? Угу. Мы купались в хаворной враче. Из-за этого я не чихаю, не кашляю. Друзья, ну, баня вроде удалась. Вот. Причём, Алиса вот весь день подкашливала. В баню зашла. Вот я натопил. Вообще всё. Кашлять сразу перестала. Но, видать, плодотворно влияет. Надюша сказала спасибо, спит без задних ног. Я здесь на кухне слежу за вареньем. Заодно новое видео делаю. Друзья, сегодня почитаем уже из второго послания апостола Иоанна. Давайте первые три стиха. А старец избранной госпоже и детям её, которых я люблю поистине, и не только я, но и все познавшие истину ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. В общем, Иоанн здесь обрешается какой-то госпоже, да, которая верит в Иисуса. И пожелание да будет с вами благодать, милость, мир от Бога и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Вот такое пожелание и вам, друзья. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога и от Господа Иисуса Христа. Всем пока, друзья.